Привет, с вами я Михаил Шилов, автор проект корректура.ру, добршилов.ру. Ребят, сегодня о наболевшем и о важнейшем, все чаще, все чаще, встречаясь со своими сверстниками, когда разговариваю с своими друзьями, которые учились в школе, в институте, или просто с знакомыми, говорят, слушай, ты в такой шикарной форме, а не поздно ли нам начинать заниматься и все такое прочее? И все-таки нам уже за 40, 40, по 45, по 43, блин, ребят, ничего. Это вот, надо понимать, что если все делать в себе правильно, если не будет, предположим, онкологии, спиды, какие-то вещи, о которых сложно перестраховаться, то, ну, это, блин, экватор. Это, ну, как минимум, а может и больше можно еще прожить, понимаете? Ну, что такое 40, ну, 86 лет, если правильно питаться, правильно заниматься, да никогда не поздно, ничего. А люди уже, ну, получается, после 40 списывают себя в какой-то, я не знаю, куда. Это нельзя, ничего, все, штука начинается. Конечно же, можно и нужно заниматься, и никогда не поздно. Вопрос только в том, что когда заниматься начинаешь, и тебе, там, предположим, 14 лет, или, предположим, даже 20, то даже если ты делаешь что-то неправильно, то там организм может это все как-то компенсировать, выровнять, и в лучшем случае не причинить сам себе вред. А вот если делаешь все неправильно, когда тебе уже за 40, то там, конечно, да, там есть особенности возрастные. Если, конечно, делать все не так, как надо, то можно только напортачить. И вот отсюда возникает самое большое количество проблем, когда люди вдруг ни с того ни сего переживают, и с кризисом среднего возраста, если вы считаете, что надо бы чем-то заняться, и начинают заниматься резко чем-то. А в надежде достичь результата. И часто это бывает, когда и серьезные люди даже поступают так, которые в жизни что-то добились, и они и те же методы хотят перенести на тренировки, взять где-то нахрапом, наскоком, настойчивостью, настырностью. Вопрос в том, что организм у нас один, и он живет по определенным законам и по определенным правилам. Поэтому здесь эта штука не работает. Здесь нужно, конечно, делать все правильно. И опять же момент. Надо с кем-то посоветоваться, надо что-то посмотреть. Это я про себя веду, потому что я могу посоветовать, могу подсказать, как, потому что я еще и врач, ортопед, травматолог, иммунальный терапевт. Также занимаюсь нутрициологией, да, то есть питанием и спортивным питанием в том числе. А если вы хотите кого-то поближе, да, чтобы не дистанционно все это дело было, то, конечно, надо искать просто тренера, такого-то фитнес-заля, который такого же возраста, как вы, который в хорошей форме. Но это лучший вариант, чем вы найдете какого-то мальчика или девочку, который в отличной форме, и что они скажут вам, вот ты будешь такой, как я. Понимаете, разница в возрасте, разница в подходах, разница в амбициях, в целях и задачах. И тренер, которому уже за 50, и он в отличной форме, конечно, он вкладывает в себя, потому что он сам является, ну, товаром же самого себя, то есть он продает, он с витрина. Но тем не менее, там уже подходы совсем другие, потому что он соответствует своему возрасту, пытается соответствовать. То есть с поправкой на возраст и питается, и тренируется. А еще лучше, если у вас рядом окажется человек, который может проконсультироваться, у вас, который сам в отличной форме, занимается серьезно, но является любителем, а не профессионалом. Почему? Потому что он тогда уже, как правило, делает все это для себя. Единственное, просто нужно понимать, что если человек участвует в каких-то соревнованиях или чем-то еще, там тоже часто бывает и химия, и все такое, потому что там другие цели и задачи. Если человек, у которого цели и задачи – это здоровье, то вот такой консультант вам как раз и нужен. Не знаю, найдете ли вы такого, но я думаю, что найдете, потому что стоит только поискать. Вокруг такие люди есть, обязательно. Но если не найдете, то, пожалуйста, подписывайтесь на все мои ресурсы, на докторшилов.ком, на будушин.ру, будоблог.ру, на кивара.ру, корректура.ру. И там вы найдете ответы на все вопросы свои. Также вы сможете задать свои вопросы там. Также подписывайтесь на мой канал на YouTube. Просто Михаил Шилов, наберите Михаила Шилов на YouTube и найдете меня. Я везде под своим лицом, везде вот так вот. То есть там узнаваемо. Само-таки подпишитесь и будете постоянно просматривать интересные видео с какими-то рекомендациями. А также сможете прокомментировать там и задать вопросы свои в том числе. А также еще есть сообщество корректура.ру или просто корректура во всех социальных сетях. Во всех. И в Фейсбуке, и в ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в моем мире на Mail.ru. Так что жду вас там. Всем пока. А я пошел на тренировку. Сила, мощь. Занимаемся. Продолжение следует...